ключ именем короля откройте но откройте так откройте такая легенькая отсылочка к фильму из моего детства смотрите какая красота у нас сегодня в видео друзья но прежде чем начать хочу поделиться комментарием одного у комментатора навряд ли подписчика навряд ли даже зрителям можно этого человека назвать потому что пишет он следующее под одним из моих видео просто под каким-то обзором очередных наушников горит не верьте ему это кабеля на звук не влияют почти вот это почти классно да это как у меня товарища все будет хорошо ну или на крайняк нет смотрите какая красота это реально просто одним своим внешним видом делает прослушивание ваших наушников просто кайфовое а перебирать это дело в руках вот это как-то тактильно приятнее вот это плетеночка такая вот это тоже неплох но как как как-то вот вот так сильно мне больше поприятнее вот так итак друзья я говорю вам здравствуйте я говорю что вы самая лучшая комьюнити в мире и я вам благодарен за ваши лайки подписки и комментарии обсудить наверное под этим видео будет будет что скажем так обязательно будет что и мы с вами обязательно это сделаем я хочу еще поблагодарить людей благодаря которому этот ролик вообще возму возможен это дядя славик или вячеслав николаевич вот уже как-то дядя славик и дядя славик прям уже как как родной стал вот а это вик тоже кстати вячеслав вик вот поэтому 22 тезки подкинули эти кабели на обзор тоже уже уже стал не то что там другом канала или как-то лично другом и обмениваемся впечатлениями и и много что обсуждаем я крайне рад тому что вот как благодаря каналу появляются такие классные крутые знакомства так вот большое им спасибо очень за то что эти два красавца оказались у меня на обзоре кстати виталию карасёву тоже хочется передать в клайпеду огромный привет и благодарность потому что двое из тестируем ну то есть двое из наушников на которых я тестировал были подарены и мне это блайт гармоник мера на рождение сына почти три года прошло уже с этого момента я стал обладателем этих чудесных наушников ну и вообще как бы стал отцом очень крутого ребенка и вот недавно подарил мне тин хай фай п плюс тоже такие планары я очень сильно хотел но из-за войны они ко мне не доехали вот виталий благодаря виталию они у меня появились и взял еще и пятым где позе очень захотелось на них именно протестировать все наушники с ммс с коннекторами так как кабеля на его сикс коннекторах я конечно мог использовать вот такие переходники и на феникс кэл проверить это все дело но не все так просто этим переходникам будет посвящено отдельно видео вы когда его увидите тогда уже поймете почему нет я пока доставал убежал один из этих самых из модулей сменных и так на 96 и вебки у меня уже было видео впечатления на канале и вот этот ролик он наверное больше как бы тридцать четвертому или сравнению между ними посвящен но я хотел бы начать такую же основную сравнительную часть при люди закончили вступление закончили вот сравнительную часть я хотел бы начать с того что вот очень сильно хочется принести извинения этому кабелю дам скажите мало того что он слушает кабеля перед ними извиняется вот вышло так что этот кабель я поставил на второе место а на первом оставил свой любимый тоже это вебки у кабель и но это гибридная гибридный кабель серебро и медь позолоченная а это серебро плюс палладий плюс вот это вот такая видите тут какая-то фольга идет обозначена 22 карата золото вот для для экрана скорее всего используется на вряд ли есть в гигане от этого золота на звук но опять таки на вот эту вот красоту которая делает прослушивание приятным точно влияние есть так вот я когда его поставил на второе место видео об этом есть да вот я сказал просто очень что он стоит семерку 7000 гривен а этот стоит 2000 и относительно скажем так цены он лучше 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 раскрываются лучше играют наушники вот но относительно своей цены вот это вот чуть-чуть буквально небольшая разница вот этим между этими кабелями ну как бы вроде не стоит того чтобы ставить его на первое место то есть капля прироста а цена в три раза дороже но тогда я не знал что его можно выхватить по каким-то сейлам скидкам распродажа еще какие-то у них там специальные свои у и вебки бывают распродажи буквально там за до 4000 там за три с чем-то вот максимум 4000 что собственно вики сделал приобрел этот кабель и в этом раскладе уже как бы не сильно получается ставить этот кабель ниже этого да ну и вообще наверное было неправильно потому что все же влияние на звук он более более качественное скажем так или интересное или правильное ну все эти слова не для каждого свои ну чуть лучше с ним звучат наушники и наверное ну то есть не наверное наверное я тогда был неправ хочется сказать вот и поэтому статус факция сейчас справедливость восторжествовала этот кабель скажем так ну относительно пока мест мы еще не заговорили за этот вроде как вернулся на первое место меняем мысли на местами топ рейтинг будет в конце этого видео как нам уже а тридцать четвертом поговорим тридцать четвертый тоже у нас здесь стерлинговое серебро тоже у нас здесь паладий 7n степени очистки и этот кабель уже из другого магазина вебки ссылки на эти магазины я оставлю обязательно в описании ролика и там если что если передать привет от моего канала можно получить скидончик неоплачиваемый заказ сделать и там снизят цену но не это главное главное наверное то что можно любую конфигурацию попросить сделать здесь вот вид менял по моему по моему менял вот джек ставил другой ну если я не ошибаюсь на фурнитуру вообще не только джек а всю фурнитуру поставил вот эту вот другую здесь кабель этот почему-то прилепилась к нему алипки 34 на самом деле я его так не смог найти жена вот только что мы вдвоем искали она его нашла как кабель для хай фай мэй ананда и я понимаю да такой кабель на ананды бы я повесил очень сильно мечтаю а ананда не знаю может получится взять а в марте месяце может не получится буду к этому стремиться было бы хорошо ну хотя бы заказать скажем так вот и я понимаю что этот кабель могут отслушав его от сравнивая на всех вот этих вот наушниках а вот я понимаю что было бы классно наверно канадом иметь такой кабель это уже туда туда дальше рабочее название будет а ведь 34 под все многие знают именно папа под этим индексом этот кабель так скажем так и оставим в любом магазине а ведь у ксинш и сейчас настолько много стало можно поменять и длину и коннектор и и все 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 что ты хочешь и горюющий по если передать привет моего канала на все это дело получить скидку смотрите как как это выглядело как я их отслушивал эти кабели я ставил свой изначально вот этот вот гибридный слушал на нем потом переходил на 96 потом переходил на 34 и возвращал назад замыкал всю эту процедуру кабель который как мне кажется я знал вдоль и поперек или знаю вдоль и поперек и как мне кажется что у меня их два одинаковый один от ксинш другой от айви пью увидите я специально просил чтобы они сделали с со своим брендом ну так как-то прикольнее смотрится вот можно конечно и с моим брендом вот но будет будет чересчур сдано с чего вам не кажется или как раз просить что тут алекс дозора не писали обычно прошу чтобы они модули сменные мне ставили для меня это более скажем так нужная вещь чем надпись на сам на самих модулях вот и вышло сказать чтоб интересно наверное мало что сказать понятное дело что на кьюпит на китреки используют на м15s от фио все это дело происходило еще кстати вот такие вот амбушюрки я использовал сумасшедшие конечно амбушюрки недавно приехали вот вы видели вот недавно распаковки да вместе с этим кабелем вот и очень хотелось уже тоже начать их тестировать вот и начал это у нас карьер от я почему-то думал от пэнон аудио они а минуточку вашего внимания артем майстренко спасибо меня поправил тяжели это очень важно общение дружба что-то послать кому-то послушать это круто меняться между собой чтобы не покупать еще скажу так кота в мешке лучше послушать у кого-нибудь из друзей модели определиться надо на тебе вообще или не надо пентакон ребята это те самые ребята ребята это те самые ребята которые вот эту штуку нам придумали а придумана она была потому что в 2 и 5 очень часто обламывались они что ненькие вот обламывались эти самые джеки чтобы было понадежнее так что вот такие вот амбушюрки тоже я думаю в скором времени буду стараться подготовить свое видео впечатление них пока еще кстати даже не на не готов к этому никак только начал ну и поехали первыми были у меня планар и гин хай фай п плюс планар из прямой а чиха планар с хорошим акцентом таким на вы че и мой кабель вот этот вот гибридный давал такую интересную колку в деталях подачу вроде и ширина оставалась ну вот как бы детальки они подчеркивались прям вот аж ну это не сильно это там нет а вот колка нет ощущались действительно свое присутствие обозначали такими вот острыми острыми моментами острая детальность была где-то что-то было под утяжелено например тот тот же бас он такой вот сразу становился сжатый и светлейшие скажем так наушники очень светлые и вот немножко сосредоточение становился низ в планах хорошо панорама замечательно ставлю 96 и чуть-чуть мягче чуть-чуть музыкальней чуть-чуть сглажен и вроде и не в ущерб детальности относительно а вот этого гибридного кабеля как-то кайфове что ли не так остро не не с такой вот какой-то полкостью а более приятно но опять таки а это не смаз это не стало меньше детали ничего просто вот чуть-чуть певучий знаете как вот обертана немножко растеклись и ну классно замечательно бомба ставлю тридцать четвертый и понимаю ну вообще на секундочку этот в официальной цене своей 96 стоит почти 7 ну а тридцать четвертый что-то около четырех может четырех с чем-то тысяч гривен и вот тут я прозрел картинка получается о какой-то вот вот это вот мяу мягкости пивучести текучести вроде бы одинаковая вроде бы здесь тоже самое но детальность как бы забирается отсюда вас вот этого гибридного кабеля но не такая острая колкая а какая-то такая натуральная расщепленная на атомы друзья чтобы было более меня понятно я слышал от звуки гитары какие-то далекие и это даже не второй не третий план все инструменты первого второго плана все настолько подробные но не колкие и не резкие а вот ну то есть с долей с какой-то музыкальности с такая как бы с флером приятности вот моя прям вот ну на этих вообще четко и с ю пятыми такое же было и в какой-то степени с мерой хотел сказать в какой-то мере с мерой вот в какой-то степени с мерой вот но здесь это прям четко было на п плюс слышно вот этот вот звон струн какое-то дальнее шевеление которого я раньше не ощущал вообще в этих композициях которых с которыми в которых я прослушал я за композиции знаю вдоль и поперек заслушано все до дыр и какие какой-то такой отдаленный звон струн отдаленное касание которое раньше нигде и никогда не обращала на себя внимание как минимум я мог их слышать и может быть просто не обратить внимание здесь вот просто как стала более акцентирована стала и это не вызывающе она так и происходит где-то дальше сзади вот но просто но это стало очень явно а до этого нужно даже тяжелый hi-fi p1 p плюс 1 1 макс вспоминаю и а здесь вот они не так чувствуются чувствуется да что что то есть это это уже после вот того как этот кабель показал мне а видки 34 я начал на этом гибридном искать вот эти вот вещи и вот да вроде бы как бы что-то здесь настолько подробно по-настоящему вот кому-то будут ты вот слушал как играет какой-нибудь там квартет ну где-нибудь на природе на улице и решил обратить внимание на гитариста который в момент композиции еще что-то вот хочет хочет добавить это для меня это было немножечко сейчас вот поразительно с мерой чуть-чуть другой был момент с мерой а представьте они такие тепловатые музыкальные здесь в акцент на том что бас вот в этой шестиугольной резонансной камере сделал очень вкусно приготовлен и вот такого как бы звуковод чтобы не потерять то что приготовили прямо вам в ухо подать это все дело и какой-то такой особый шарм низким частотам принес вот девяносто шестой это витки опять-таки не в ущерб детальности все классно звонкая вы че гитары после звуча все звуки все все замечательно но какой-то такой объем такое какое-то бертональное насыщение низким небольшой совсем небольшой такой гладкий сочный вес гитарным партиям ну тут все более-менее острее происходило хотя я очень люблю меру слушать именно на этом кабеле потому что детальности мне немножечко мне не хватает а с гибридом с вот этим вот серебряно-золотым начинает всего хватать вот тут то здесь же это просто как узнаете какая-то магия музыки произошла а вот за уши не оттянуть а вот с тридцать четвертым почти та же картинка что с вот этим вот гибридным то есть острова то и вот потерялся вот этот вот шарм который девяносто шестой он вроде бы как и есть назначение у него меньше я стала вот не знаю единственный момент вот вот только с с мерой девяносто шестой звучит лучше чем на тридцать четвертый и странное же говорит о тем что обычно как бы да мы более темным музыкальным наушником выбираем что-то посветлее это сыгрывается отсутствует какой-то лишнего лишнего мельтешения как бы вот там где-то на тех же гитарах где вот на п плюс это была детальность это было подробность то тут в какое-то лишнее мельтешение ушло и вот я же говорю и под легкие потери вот этого вот флора музыкального и как-то не так вот произошло хотя опять таки на q5 все вернулось на круги своя то есть опять таки в светлые наушники здесь диафрагма с каким-то вот керамическим там или напылением то ли насыщением хочу присутствует диафрагме какая-то вот керамика в этих наушниках и они прямо такие вот светленькие и вот здесь тоже они прям запели на этом кабеля прямо тут это вот сглаженность образы стали такие более какие-то натуральные нерезкие не обрубанные не вот знаете какую-то светлых наушников они всегда такие вот резкий как сетро буратино а здесь вся сглаженность пришла еще больше подсветив на этом фоне детальность и не засыпав каким-нибудь пилями сибилянтами вот ну светло и музыкально детально и музыкально панорамно и музыкально вот ну а а ведь он так вот немножечко эти детали забрал скрыл и опять таки а пивучести вроде бы принес в звучание и у 5 от епз и вроде бы классно вроде бы хорошо а послушала 34 понимаешь что вот этих деталей тебе не хватило самая малость это шну это же мы говорим там не в объеме там 100 процентов или 80 мы говорим в районе 5 процентов влияния на звук вот на этих кабелях это не больше это вот вот пять процентов чтобы вы понимали какого-то огромного чуда не произошло я во все вслушивался я все выслушивался единственное что мне вот на плюс слушаться не приходилось они прям вот явно всем не вот как негатив знаете вот раскрыла и вот и ты видишь вот полностью всю фотографию но и цвета тебя не интересует а интересует как все это дело работает вот вот примерно так я слушал на п а вот в меру это принесло прямо насыщенных разных цветов а здесь вот посередине между мерой и п и п плюс так вот ребята давайте немножечко подводить итоги чтобы чтобы было понятно здесь мы имеем детали они немножко подсвечены а они острова ты у них нету раз такого знаете такой расслоенности на обертона которые имеют вот эти вот два кабеля вот но помимо этого у опять-таки у этих двух кабелей три четыре девяносто шестого и панорама шире здесь вот чуть-чуть лучше это дело меньше звучит хотя вот в расставление по планам больше подчеркнет вот этот вот гибридный серебро с золотом а в тридцать четвертый девяносто шестой они принесут певучесть и тридцать четвертый приносит детальную певучесть и детали на месте и такие детали достает которые же раньше были незаметны или просто не обращали на себя внимание а девяносто шестой никуда не денет детали опять-таки но не до такой вот прям дотошности не до таких мелочей как это сделает 34 поэтому 34 сегодня становится на первое место среди всего сидишь всего видите и вот несмотря на цену этот вроде бы дороже вроде бы как-то даже и богаче из-за этой вот ленты золотой 22 карата ну как-то вот 34 на мой вкус сделал то что вот ну мне нужно было и певучесть и округлость образов и вроде бы нету никаких острых краев нигде ни у каких инструментов ни у каких деталей а прям до мелочей показывает что там на пятом плане происходит вот ну то есть композиции или на концерте и это было очень сильно и так 34 первое место на втором да вы поняли так и остался на втором как и был но относительно правда вот этого гибридного кабеля он выше стал теперь и на третьем мой скажем так любимый кабель вот ну и на этой прекрасной ноте я буду с вами сегодня прощаться и в скором времени мы встретимся завтра шурс послезавтра у нас суббота и там будет ролик который выбрали вы к просмотру пока лидирует града а могли бы быть и кэзэ пр третье но пока вы голосуете за рада будут голосовашки на канале будет много чего интересного обязательно смотрите во всем участвует ничего не пропускайте хочется делать контент для вас и вместе с вами всего вам самого доброго друзья